Сегодня поговорим о дне, которые некоторые любят даже больше, чем Новый год и день рождения вместе взятые. О черной пятнице Black Friday. Откуда она взялась и почему она так называется? Кстати, пока мы не начали, у нас в пазл тоже проходит черная пятница. Напомню, Puzzle English это сервис для самостоятельного изучения языка. Учите английский в игровой форме и повышайте свой уровень английского каждый день. Прямо сейчас у вас есть шанс получить безлимитный доступ ко всем разделам по самой низкой цене в году. Только действовать надо быстро. Переходите по ссылке в описании сразу после того, как посмотрите это видео и хватайте скидку. Итак, что же такое черная пятница? Black Friday это день, когда многие компании по всему миру продают свои товары с хорошей скидкой. Но начиналось все не так радужно. Во время биржевого краха на Уолл-стрит в 1929 году случилось обвальное падение цен. Началось оно во вторник, так что черным сначала был вторник. Black Tuesday. Последствия краха были катастрофическими. Так что все последующие дни недели тоже стали черными, включая пятницу. Black Friday. Куча людей обанкротились и остались без штанов. Чуть позже, в 50-х годах 20 века полицейские в Филадельфии стали называть черной пятницей день после Дня Благодарения. Это именно тогда в город съезжались огромные толпы людей, чтобы посмотреть футбольный матч проходивший. Им приходилось работать до Одри. Полицейские работали по 15 часов, без выходных, без отдыха, без продуху. Плюс увеличилось количество преступлений из-за большого наплыва народа. Ну, соответственно, вот они и окрестили этот день черной пятницей. Как вы видите, значение фразы Black Friday у нас по-прежнему негативное. И вот только уже к концу 80-х годов, 20 века, продавцы и магазины решили превратить черную пятницу во что-то позитивное. Они поняли, что фраза такая на слуху, с ней нужно и можно что-то сделать. Здесь используется очень клевая конструкция с have в начале. Используется она для того, чтобы что-то кому-то пожелать. Например, Хорошего вам дня. Хорошего вам отпуска. Хорошо тебе долететь. Ну или вот наша черная пятница. Так вот, концепцию черной пятницы переосмыслили. Результатом этого стала новая концепция из красного в черный. Откуда взялось вот это из красного в черный? Это разговорная финансовая терминология. Есть такое понятие в английском Это значит быть в минусе финансово, иметь долги, не иметь достаточно средств. И противоположностью Это когда с деньгами все прекрасно. То есть, по новой концепции, Компании делают во время столько прибыли, что это Выводит их в черный, Что, собственно, и ассоциируется Теперь со словосочетанием Черная пятница. Новая концепция работала так хорошо, Что Black Friday теперь длится не один день, А три-четыре дня, а дальше еще у нас Cyber Monday, Киберпонедельник и куча других дней Тоже со скидками, с распродажами и с прибылью. У нас в России черная пятница проходит более-менее спокойно, Но вы наверняка видели видео этого безумия в Штатах, Когда люди приходят еще с вечера, Мочуют в палатках И начинают пролезать вот под щель Открывающихся шторок, открывающихся дверей магазинов Еще до того, как они открылись полностью. Это просто безумие, поэтому, собственно, Вот это выражение, да? Почему тебе желают безопасной черной пятницы? Потому что вот этот хаос творится. Черная пятница – это когда люди затаптывают друг друга Ради дешевых товаров считанные часы После того, как они были, ну, очень благодарны За то, что у них уже есть. Понимаете, да? Иронию здесь вот этого. Сколько людей затоптали в эту черную пятницу в этом году? Грампикет отвечает – недостаточно. Снова нам встретилось слово trample, Которое означает силой наступить на кого-то, Затоптать, вот как стадо слонов Или покупателей в черную пятницу. Черную пятницу на самом деле надо назвать Голодные игры. Люди убивают друг друга, И победитель получает мультиварку за 20 долларов. Да уж, черная пятница в Штатах не для слабонервных. Мы предлагаем вам кое-что получше. И вам даже не придется никого затаптывать или убивать, Я обещаю. В описании к этому видео вас ждет промокод На самую жирную скидку в этом году. Для того, чтобы эффективно учить английский язык, Нужна постоянная практика. Например, прямо сейчас в отделе грамматики Вы можете посмотреть уроки по Pass Simple. А в разделе лексики есть целый урок по приветствиям, Чтобы вы могли сказать не только hello. Занимайтесь по 20-30 минут в день, И результат не заставит себя ждать. С вами была Кэт, канал Puzzle English Live. Не переключайтесь и I'll see you soon. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok